всем друзья привет распродажа 11 11 черная пятница уже началась и если вы искали себе какой-то смартфон но еще не можете определиться то сейчас я вам расскажу про смартфон кубат max 3 я его рекламировал у меня уже было два обзорных видео на него и вот он у меня уже в руках и меня попользовался больше месяца почему я пользовался спросите вы китайским кубатом а потому что мой meizu pro 7 plus умер в нем отказал экран и пришлось пользоваться вот этим вот чудом инженерии китайской сразу забегая наперед смартфон мне понравился в этом ролике я расскажу свои пользовательские ощущения как мне было с ним на протяжении месяца немножко больше и расскажу некоторые нюансы в работе вообще я не очень требовательный пользователь телефона я не закачиваю там какие-то мега программы я просто пользуюсь телефоном в режиме посмотрел ролики позвонил позвонил по вайберу вот ну стой связался по мессенджером и иногда что-то сфоткал то есть принципе этот телефон для повседневного использования не требовательным пользователям подходит на сто процентов каким я и являюсь я не гонюсь за мощностью телефона конечно хочется чтобы не притормаживал а он не притормаживает я не гонюсь там за какие-то за какими-то сверхъестественными снимками это и селфи камеры и обычная камера делают вполне годные снимки потом приложу больше видео и фотографий то есть в принципе мне как пользователю этот смартфон понравился изначально когда я распаковал его с коробки я увидел что приходит он стандартной комплектации но что хочу заметить в есть комплектации наушники но они не стандартным трех с половиной миллиметровым разъемом тут у нас через тайп си наушники подключаются отмечу что это конечно не очень круто но как бы имеем что имеем производители большинства современных телефон отказывается от трех с половиной миллиметрового разъема в угоду стилю cubot макс 3 имеет хороший дизайн очень приятные габариты и и можно пользоваться без проблем одной рукой взяли вот тык 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 ну и пользуйтесь то есть все нормально дискомфорта при использовании этого телефона у меня не возникало но вот я вспомнил один такой нюанс немного поначалу немножко поначалу вот немножко возникало прикол в том что качелька громкости находится с левой стороны я привык что она постоянно с правой а с правой стороны находится кнопочка разблокировки и блокировки экрана и под этой кнопочкой сенсор отпечатка пальца штука этот сенсор действительно удобная только честно говоря я бы хотел чтобы его сместили немножечко ниже в принципе этот нюанс ну ничего такого страшного я уже привык но вот по где-то пару дней как только начал я пользоваться телефоном вот этот как бы нюанс вызывал такой незначительный дискомфорт то есть вот это как бы да есть такая штука потом заметьте обращу ваше внимание экран у телефона 695 дюйма он очень ну большой скажем так не самый большой на рынке конечно но далеко не маленький поначалу также немножко неудобно им пользоваться буквально день два а потом привыкаете то есть такой форм-фактор телефон большой на нем удобно смотреть видео у него хорошее разрешение как для просмотра ролика в ютюбе не только вот и в общем есть такой нюанс опять же и с кнопочками и с габаритами самого смартфона что же касается начинки телефона то smart у нас работает на восьмиядерном процессоре helio p22 на борту у него 4 гигабайта оперативки и внутренняя память на 64 гигабайта с возможностью расширения что могу сказать как пользователь смартфон не глючит после обновления это важно потому что когда обновление только начали приходить он немного подтормаживает я считаю нормально для всех смартфонов китайских и не китайских хотя не все китайские вот то есть принципе такой нюанс поначалу был как и у всех потом дальше после обновления смартфона приятно пользоваться зависаний никаких нету скроллинга там никакого нету и в общем ну комфортно реально комфортно им пользоваться разрешение дисплея кстати 720 на 1640 1640 как вы понимаете это из-за большого разрешения больших размеров самого экрана конечно честно говоря хотелось бы чтобы не 720 было а 1080 то есть hd плюс но в принципе при таких расширениях смотреть видео мне лично вполне комфортно ю тубе выставляют 1080p и то есть в принципе ролики можно смотреть реально классно четко также отмечу что смартфон работает на системе android 11 что также важно им удобно пользоваться все хорошо то есть это не семерка у меня на хим на meizu просим плюс android вроде или 6 или 7 был там в принципе тоже как бы нормально пользоваться там и смарт был помощнее скажем так но вот различия в операционной системе я вижу то есть 11 android ну соответственно удобнее работать удобнее там лазить все система то получше будет вообще как только смартфон пришел то у меня были немножко затруднения его включить потому что я что-то забыл что у него съемная задняя крышка и там съемный аккумулятор и чтобы включить смартфон можно на аккумуляторе на пинах снять такую бумажечку тут аккумулятора хороший на 5000 миллиампер часов производители заявляет что хватить его вам должно на несколько дней работы но опять же как попользовавшись как пользователь этого телефона как попользовавшись месяц я могу сказать что реально хватает смартфона около двух с половиной дней но это в моем режиме скажем так не сильно требовательного юзера то есть я ролики там не сильно очень долго смотрю игры я особо немного играю то есть 5000 миллиампер часов с таким вот размером экрана я думал реально что хватит намного на меньше но попользовавшись месяц автономность меня реально удивило опять же буду сравнивать с мазу просим плюс он у меня сутки не жил вообще его там ни разу этот у меня два дня два с половиной дня два дня живет то есть без проблем если вы будете например пользоваться часто смартфоном там звонить смотреть ролики играть в игры я уверен вам его около суток хватит то есть допустим днем зарядили и на следующее утро можете опять заряжать автономности смартфона реально хватит вам надолго ну и так как я заикнулся уже про батарею нужно вам рассказать про зарядку в смартфоне есть быстрая зарядка заряжается он быстро там что-то за три часа или три с копейками то есть также подключаете обычную type-c зарядку type-c уже разъем новый ну давно уже я думаю не делают уже микро юсб старые древние зарядки зарядочка type-c подключили заряжается без проблем в общем насчет быстрой зарядки не переживайте она здесь есть что же касается бокового сенсора отпечатка пальца работает он корявенько скажу вам честно с пяти раз раза 23 узнает то есть два раза стабильность пяти может не узнать не знаю может я как-то криво его настроил например хотя там добавил добавлял два раза то есть два сценария отображения или считывания одного пальца ну в общем сенсор отпечатка пальца реально работает корявенько и это как бы небольшой плюс скажем так но я пользуюсь обычным обычной сеточкой вот разблокировки то есть принципе принципе нормально 1 раз если с двух раз он не отобразил я сразу тык-тык-тык свой пароль ввожу и все нормально камеру нас 43 сзади вместе с пышкой и 1 сэлфи камера сэлфи камера на 16 мегапикселей она нормальная просто нормальная хорошая камера не мылит не там не знаю не сильно детализирует то есть в принципе как для такого бюджета смартфона снимает хорошо по ватсапу я звонил по вайберу по skype иногда связывался с друзьями с родными видно нормально никаких жалоб проблем насчет камеры передней нету как и впрочем за задней камеры то есть также снимает нормально опять же я уже говорил я не сильно люблю фоточки там сильно фотографировать но как по мне после тех фотографий которые я сделал для теста могу сказать что камера хорошая не суперская просто обычная хорошая нормальная камера в настройке камеры при настройке съемки там есть много режимов разных и бакашек и чего угодно то есть самые стандартные настройки как большинства стандартных китайских телефонов в таком ценовом ценовой категории в таком бюджете то что там 64 мегапикселя основной камеры ну это как вы понимаете там есть много маркетинговых уловок у меня вот на камере когда которая сейчас снимаю она снимает 4к но там вроде или то 10 мегапикселей по 12 то есть 64 мегапикселя то там уже некоторые такие маркетинговые уловки но опять же не буду много говорить камеры снимают хорошо ну и последнее про что хочу поговорить это вообще-то как смартфон работы то есть google карты навигация программы у меня лично при навигации когда была она включена все нормально вот на машине ехал то есть все стандартное соединение навигация нигде не пропадала и сразу скажу забегая наперед тут антенка в телефоне получше будет чем моем мазу про 7 плюс например в моем гараже вот студия где еще снимаюсь в этой точке например не ловит не ловит не интернет и не ловит не сеть с этим телефоном две-три палочки тут есть постоянно на моем мазу про 7 плюс хоть бы дай боже чтобы одна палочка была то есть вы понимаете у меня тут был телефон постоянно то вне зоне доступа то есть люди не могли дозвониться с этим телефоном тут будет получше поинтереснее и давайте подытожу так сказать подведу итоги плюсы это хорошая автономность телефона хорошее качество съемки видео и фото одновременная работа двух симок и карты памяти съемная батарея наличие nfc от и g и сканер отпечатка пальцев nfc здесь есть но я им не пользовался то есть свой отзыв про nfc я не могу сказать отзыв про его работу он есть он здесь есть ну пользовались люди осмотрел обзор я nfc не пользуюсь что же из минусов хочу подчеркнуть это у нас средняя производительность и нет трех с половиной миллиметрового разъема сейчас на данный момент цена гаджета 109 долларов на распродаже если вам нужен подобный смартфончик и он вам приглянулся скажем так по душе можете брать в принципе я месяц попользовался наверное дальше буду пользоваться потому что не буду я свой майзу про 7 плюс ремонтировать сильно дорогая дорогой ремонт получается так и буду дальше им пользоваться вот и реально смело могу его вам рекомендовать если вам нужно за такую ценовую категорию что-то подобное телефон не имеет конечно защита ip65 там то есть это это не защищенный телефон это просто обычный стандартный телефон забыл рассказать такую штучку недельку где-то поносил и царапнул где-то в кармане обключи наверно то есть сейчас на телефоне царапина есть если будете заказывать телефон сразу же заказывайте на него или стекло или пленку вот такой нюанс ну и он как бы вы понимаете приходит с чехлом сильно большого внимания чехлу я думаю не стоит уделять обычный стандартный нормальный силиконовый чехол вот этот телефон вот ну вот и как то ставьте лайк за видео пишите комментарии как вам данный телефончик как вам моя мой сегодняшний рассказ я без записи то есть реально на ощущениях и говорю вам то что реально думаю про данный телефон вам и спасибо за просмотр пока пока скоро увидимся камера тестируем камеру cubot макс 3 у нас уже опять вечера немного уже вечерею так сказать а вот камера съемка в тряске я думаю что стабилизация не работает вот так стоя это у нас фронтальная салфи камера вроде если я не ошибаюсь на 16 мегапикселей вот так она снимает принципе для такого бюджета я вижу что снимает нормально ну просто нормально снимает не замечательно не очень плохо неплохо нормально за такие деньги пойдет а то же телефон будет ну а то вернее камера будет использоваться для не для фронтальных снимков в большинстве случаев а для каким-то звонком по вайберу skype ватсапу и тому подобное так что для этих нужд камера то что нужно смотрим основную камеру снимаю себя на основную камеру думаю нормально получается не знаю фокус елозит или не возит но моя практика показывает что данном бюджете фокус должен елозить потому что в большинстве камер на таких ценовых категориях телефонов фокус всегда как бы елозит вот как то так звук вот уже не знаю вроде как бы не закрывал пальчиком звук запись звука должна быть хорошая в общем как для такой ценовой категории дизайн камер прикольный думаю что должно быть нормально вот так вот в движении кому интересно камера будет снимать ну как то так